В студии событий лидер радикальной партии Олег Лешко. Олег Валерьевич, добрый вечер. Витаю. Запрет на экспорт леса Кругляка в ЕС воспринимают как нарушение соглашения об ассоциации. Вы категорически против отмены моратория. Что вы предлагаете? Отказать Европе? Мы с Виктором Аллесюком были авторами закону про заборону вывезения леса Кругляку. Репортаж, который вы показали, подтверждает, что это правильный закон, потому что он дает рабочие места украинцам. Ниде в Европе. Вы не сможете вырубать дерево, потому что они, по-перше, не дадут на это дозволи, дбают про экологию. И главное, есть Украина, откуда они хотят вывозить необроблений лес Кругляк. Почему мы не предполагаем на том, чтобы действовать мораторий? Потому что тут, хай в Украине, ставят деревообробные предприятия, меблевая промышленность, это рабочие места для сотен тысяч украинцев, это податки до местного бюджета, это высокая додана вартисть. Нам сегодня Евросоюз ставит умову, мы вам дамо 600 миллионов долларов кредиту, но вы скасуете, чтобы свободно можно было вывозить лес Кругляк. Мы против этого, потому что, когда у нас будет собственное производство, минимум мы можем заработать 2-3 миллиарда долларов в год от реализации продукции. Кроме того, если не отменят мораторий, ЕС поднимет размер пошлин для украинских товаров. У нас и так угода про зону вільной торгівлі, про которую много говорили, но когда посмотрели, то реально вільной торгівлі нет. Есть такая невеликая шпаринка, куда мы даже не можем носа засунуть. Минулую тижню в Киеве была с визитом Еврокомиссар по торгівлі. И оголосили после переговоров с урядом, что сбільшили квоты. Давайте посмотрим, как сбільшили. На 500 тонн томатей сбільшили квоту, это при том, что мы производим 300 тысяч тонн томатей в Украине. На 4 тысячи тонн сбільшили квоту вівса. Это при том, что мы півмільйона переробляем. Більше того, зверніть увагу, на что сбільшують квоты? На сировину. А мы говорим, что мы в Украине должны выготовлять кінцевый продукт, а не сировину вывозить, перетворили Украину в сировинный придаток. Да, суть моратория на вывоз леса Кругляка в том, что он позволит увеличить товарный, а не сырьевой экспорт, что было бы намного выгоднее Украине. Об этих преимуществах говорит не только ваша фракция. Вот, например, в оппозиционном блоке тоже делают на этом акцент. Объединить силы для большего эффекта не хотите? Я сподіваюся, что мы объединяем с всеми парламентскими партиями силы, когда уряд внесет до парламенту закон про скасывание мораторию. И я сподіваю, что никто не голосует за этот закон, который избавляет украинцев работы. Кроме того, когда нам говорят про угоду с Евросоюзом, про угоду СОТ и другие угоды, моя позиция одна. Будь-яка угода должна переследовать одну мету. Она должна быть в интересах Украины, она должна давать рабочие места для украинцев, заработные платы, доходы бюджета. Если угоды этому противоречия, значит, такие угоды не имеют права на жизнь. Мы уже говорим, что я в категоричной форме говорю рабочие места для украинцев. Так, в последствии оцінюємо. Европа в себе, хай дерева вырубуют. Карпати наши в жилисті стоять. Альпы все зелені. У них є, где вырубовать лес. Хай в себе вырубуют. Хай не трогають украинский лес. Давайте дальше. Подготовка к отопительному сезону. Вы заявляете о дефиците газа и угля в Украине. Критикуете правительство за то, что оно в авральном режиме, заключает договора с Россией, ЮАР. А вы с кем предлагаете заключать контракт? С украинскими шахтарями, с украинскими энергетиками. У нас два тижни до опалювального сезона. 3,5 млн тонн вугиля должно быть на складах. Сегодня 1,2 млн тонн. 18 минимум млрд кубов газа должно быть в подземных сховищах. Сегодня 14 млрд. Это означает, что зимою украинцам отключатимуть светло и дитину врань в школу будут провожать по темному. Поэтому я хотел бы наголосить, что это очень важное вопрос. Водночас украинским шахтарям не купуют вугиля. Млрд долларов из бюджета тратят, чтобы купить вугиля. В ЮАР, в Россию, электрику в России купить. Я в субботу был на Запорізький ТЕС. Заборговані за продану электроэнергію млрд грн. А 80% собівартостей электроэнергії – это вартість вугиля. Если не платят за электроэнергію, значит шахтаря не получают деньги за вугиля и не имеют работы. Поэтому я раджу владе и требую от влади. Вместо того, чтобы из государственного бюджета тратить млрд долларов коштей платников податков на закупку импортного вугиля, нужно купить свои вугиля, давать рабочие места украинским энергетикам, украинским шахтарям. Это зарплаты, это податки до бюджета, это социальная сфера и это экономический рост. Потому что когда мы говорим о увеличении зарплаты и пенсии, они возможны только за условия экономического роста. Безусловно, но мы же с вами знаем, что на подконтрольных Киеву территориях недостаточно антрацитного угля, вот этого газового угля. Это правда, но если рынковые условия будут одинаковые для всех, если нацкомиссия с вопросом регулирования рынка коммунальных послуг будет честно дойти, то люди, шахтарьи, металлурги матимут деньги для инвестиций, для инвестиционных программ, выдают новые лавы, модернизируют производство, экологические программы, которые надзвичайно актуальны для Запорожья, для Маріуполя, для Дніпра. Давайте еще один чрезвычайно важный вопрос. Битва за тарифы продолжается уже почти год, не повышать их Киев не может. Это обусловлено ценой на уголь, эти деньги нужны компаниям теплогенерации, чтобы проводить модернизацию. Можно, конечно, не повышать, не платить, но тогда украинцы просто замерзнут. Сьогодні криза неплатежів, наприклад, майже 30 млрд грн. енергетики не могут отримать за свою продану електроэнергію. 28 млрд грн. заборгованість побутових споживачів-украинців за спожиті тарифи. Это означает, что нужно снижать тарифы, потому что людей нет чем платить. Теперь вы скажете, что витязяное витязание витязание 1,5 тысячи за тонну грн, а импортное 2 тысячи. И когда уряд закупывает импортное витязание, это означает, что за это платят украинцы с собственной кишени через подвижение тарифов. Давайте ближе к потребителям. Сколько, по-вашему, должен стоить кВт электроэнергии? Я, это фахівці, скажу, сколько может стоить. Я скажу по газу. Мы порахували, максимальная цена, по которой украинцы должны платить за газ, 2500-2700 грн за тысячу кубів. До речі, что до тарифов. Мы сейчас скажемо в суде решение уряду и НКРЄКП про подвищение тарифов. И добиваемся, чтобы была повернута пельгова норма споживания газу, и чтобы тарифы были снижены. Для этого есть все возможности. Очень коротко, если успеете ответить, Тимошенко обвинила вас вот как раз в срыве судебного заседания по коммунальным тарифам. Радикальная партия подавала совместный иск Батьковщины. Ни вы, ни ваш представитель не пришли на заседание. Говорите, что вас на суд не звали, озвучили свои упрёйки в адрес лидера Батьковщины. Удалось ли уладить разногласия с Юлией Тимошенко? У меня нет разногласий с Юлией Тимошенко. Навпаки, я пропоную, чтобы она не раскидалась без подставленными звинувачениями, а чтобы мы объединили усилия для того, чтобы защитить украинцев от тарифного геноциду. И, користуючись нагодой, раз вы уже задали за эту тему. Не менее важливое вопрос сейчас у Стокгольм-арбитраж, где Россия по газовому контракту 2009-го, который подписал Тимошенко, вимагает от нас 40 миллиардов долларов. Если, не дай Бог, мы програем, вся Украина, каждый украинец постраждает. Поэтому я пропоную, дорогой Юлии Володимировне, найти возможность поехать в Стокгольмский арбитраж и там защитить каждого украинца от газового контракта, который она подписала, по 500 долларов за 1000 кубов газа. А вы 7 октября в Украинский суд придёте? Обовязково. И будем добиваться, чтобы защищать людей. На вопрос о событиях отвечал лидер радикальной партии Олег Лешко.